Фотохроникер Перми, многие снимки которого обошли печатные издания всего Союза, были опубликованы в школьных учебниках. Речь о мастере объектива Матвея Кузнецове. Его фото-летопись охватывает события с 1909 по 1981 год. Большинство снимков хранится в городском архиве Перми. К ним сейчас открыт доступ. На фотографии взглянула и наша съемочная группа. На этом фото Пермь почти 110 лет назад. Вид улицы Кунгурской, будущего Комсомольского проспекта, запечатлел фотограф Матвей Кузнецов. Для этого он забрался с тяжелой аппаратурой на колокольню Спаса Преображенского собора, нынешней художественной галереи. Сотни городских снимков, сделанных им, охватывают период в 70 лет. Сейчас эти документы хранят в архиве города Перми. Здесь говорят, по сути, Кузнецов был фотохроникером, а также изобретателем. Одним из первых стал снимать панорамные фото. Не было совсем панорамного оборудования. Вот мы видим, как он бережно все это из кусочков собирал эти фотографии. Вот, например, строится первый пароход на судозаводе Кама. И вот с балкона оперного театра вот такой снимок, митинг, посвященный партийной конференции и закладке первого парохода. И вот мы видим макет парохода. И вот здесь толпы еще. Можно рассмотреть даже гостиный двор перед оперным театром. В начале 30-х годов Матвей Кузнецов уже признанный мастер. Он организовал кооперативную артель «Фотоколлектив», в которой объединил около 20 своих коллег. А затем получил назначение на завод номер 19. На моторостроительном предприятии Кузнецов создал фотолабораторию. Теперь его обязанность – съемка деталей авиадвигателей. Это было нужно при освоении новых технологий для выявления дефектов. Но одновременно Кузнецов создает и фотоисторию завода. Только по истории завода у него было более тысячи фотографий заводских. В то время эти фотографии давались непросто. И действительно, в том числе Матвей Иосифович обладал таким талантом очень высокого уровня. Некоторые кузнецовские снимки обошли всю страну в числе самых известных фото военных лет. Вот директор завода «Анатолий солдатов» собрал подростков, чтобы поощрить за труд. Им выдали по банке с фруктовым компотом. В те годы – редкое лакомство. А 12-летний фрезеровщик Валентин Кусакин вообще стал одним из символов того времени. Разные издания часто публиковали эту фотографию, а ее автор оставался за кадром. Архивисты намерены вернуть имя фотолетописца Перми в научный оборот. А для горожан здесь открыли доступ к работам Матвея Кузнецова. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.